Вся Россия знает о воронежских болельщиках, которые ежегодно приносят славу футбольного города, столице Черноземья, своей высокой посещаемостью центрального стадиона профсоюзов. Многие города-миллионники нам завидуют. А вот похвастаться профессиональными достижениями наших футболистов вряд ли возможно. Премьер-лига вроде бы маячит на горизонте перед факелом. Но все прекрасно понимают, что денег для успешного выступления там, в Воронеже нет. Хорошо еще факел как-то сводит концы с концами, не впадая в финансовую кому, как наша хоккейная команда «Буран». В составе главной футбольной команды региона нет ни одного коренного воронежца. Во многом отсюда и все беды воронежского футбола. Нет родной подпитки. Детско-юношеский футбол, как было ранее, не выдает на гора таланты, а покупные игроки всегда дороже, и честь Воронежа у них не на первом месте. О том, что проблем с качественной подготовкой молодого футбольного поколения у нас очень много, как лакмусовая бумажка ежегодно подтверждает очень престижный международный детский турнир памяти игрока юношеской сборной СССР по футболу Андрея Ликонцева. Организаторы и спонсоры молодцы, несмотря на финансовые проблемы, и в этом году на высоком уровне провели уже 16-е по счету соревнования. Оно стало одним из самых представительных. Участвовали 16 команд, в том числе из Бельгии, Португалии, Швейцарии и Республики Беларусь. Приехали даже ребята из Академии футбола Луганска. Шесть команд защищали честь Воронежа. Но вновь даже лучшая наша дружина, представляющая первую команду с дюшер номер 15, заняла лишь седьмое место. С 2010 года, когда победила Воронежская стрела, наших среди лучших нет. Мы уже привыкли, что тон на этом турнире задают ребята из футбольных школ известных клубов – Бенфики, Брюге, Сервета и многих других. Но в этом году сенсационно победили наши соседи. Первое место завоевали ребята из Белгородской Радуги, на втором – Авангард из Курска. И даже Сызранскому тяжмашу удалось зайти на пьедестал почета. А вот выступление воронежских ребят опять было бледным и с технической, и с физической стороны. Да и боевитости им явно не хватало. Настало время на самом высоком уровне разобраться в хроническом отставании детского футбола в Воронеже.